Всем привет! Эти известные девушки стояли на пороге Олимпийского триумфа, но судьба повернула их к новым горизонтам. Они выбрали пение или кинематограф. Опыт в спорте выковал их сильные характеры, помогая достичь высот в новых областях. Анну Семенович сейчас знают как певицу, ведущую, актрису и бывшую солистку группы «Блестящие». Однако в начале своего творческого пути она была фигуристкой. История фигурного катания в жизни маленькой Ани началась случайно. С раннего детства ей поставили диагноз ревматоидный артрит – болезнь суставов, которая может привести даже к инвалидности. Это серьезное заболевание подтолкнуло ее родителей искать способы укрепления здоровья дочери. Они выбрали фигурное катание, которому Аня посвятила следующие 18 лет жизни. Став на коньки в три года, Анна, несмотря на хрупкость, своего вида, проявила боевой характер и решимость добиваться успеха в большом спорте. Ее упорство привело к тому, что ее уважали на льду, и она стала примером для своих сверстников. Семенович на протяжении своей карьеры сменила трех партнеров. Ее первый успех пришел в 16 лет, когда она победила на турнире. Тем не менее, интенсивные тренировки забирали у нее много сил и времени, не оставляя места для учебы и общения с одноклассниками. Анне пришлось сменить целых пять учебных заведений. Лучшим партнером Анны был Роман Костомаров, с которым она завоевала серебро чемпионат России в 2000 году. Несмотря на талант, Семенович не смогла полностью раскрыть свой потенциал. Травма колена стала серьезным поворотом в ее карьере. Также на ее пути возникли проблемы с грудью из-за гигантомастии, что повышало нагрузку на колени и ставило под угрозу спортивную карьеру. Несмотря на все усилия, Семенович не смогла справиться с этими трудностями, что привело к завершению ее спортивной карьеры в 21 год. Оставив фигурное катание, Анна Семенович стала развивать музыкальную карьеру. Однажды актриса Анна Михайловская поразила съемочную бригаду, отказавшись от услуг дублера, решив самостоятельно исполнить несколько сложных трюков. В детстве девушка под влиянием отца занималась восточными единоборствами. Но потом Аня переключила свое внимание с тэквондо на спортивные бальные танцы. Ее замечательная растяжка и грация помогли ей стать мастером спорта в этом новом направлении. Однако неожиданный поворот событий помешал ей продолжить спортивную карьеру. Однажды продюсеры киностудии Мосфильм заметили ее в хореографической школе, когда искали актрису для роли в сериале «Самая красивая». После съемок Михайловская решила стать актрисой и поступила во ВГИК. У Кристины Асмус более 20 ярких ролей в кино. В 2022 году актриса снялась в шести картинах. В таком насыщенном графике не обойтись безотменной физической формы и невероятной организованности. Наша героиня обрела эти качества еще в детстве, когда ее родители отправили маленькую девочку вместе с сестрами в секцию спортивной гимнастики. В своих воспоминаниях Кристина относится к периоду своей юности критически. Ей приходилось заниматься гимнастикой по 13 часов в день. Она также с ужасом вспоминает, как приходилось соблюдать диету. Девочка практически все время была голодной и спрашивая тренера, что же можно есть, получала всегда один ответ – питайся воздухом. С родителями у актрисы и сейчас сложные отношения. Тогда отец толкал дочь на тренировке даже с двумя свежими переломами. Однако эти годы не прошли даром. Сегодня актриса обладает степенью кандидата в мастера спорта, поражает своей фигурой и несгибаемой целеустремленностью. На выбор профессии «Асмус» повлияла детская мечта. В школьные годы она любила сериал «Дикий ангел» и хотела стать актрисой, как Наталья Аррейра. Мария Кожевникова, известная всем как мама четырех сыновей, актриса-блогер и бывший депутат, за плечами имеет и спортивное прошлое. Девочка выросла в семье олимпийского чемпиона – хоккеиста Александра Кожевникова и в детстве серьезно занималась художественной гимнастикой. На тренировках Маша часто сталкивалась с трудностями, иногда приходилось даже плакать, но это не сломило ее решимость. Например, ее сверстницы уже давно освоили шпагат, в то время как Марии, несмотря на домашние тренировки, приходилось потрудиться гораздо дольше. Неоспоримое упорство и стремление быть первой во всем характерны для Маши самого детства принесли и успех в художественной гимнастике. Она стала чемпионкой Москвы среди юниоров и мастером спорта по художественной гимнастике. После школы Кожевникова покинула спортивную арену и увлеклась миром кино. Субтитры создавал DimaTorzok